К аятам Корана, которые вызывают больше всего разногласий среди учёных, относятся аяты в начале Суры Аль-Исра. В этих аятах Всевышний Аллах говорит Относительно слов «совершите страшное зло» имеется также другое мнение учёных, которые считали, что его надо переводить как «вы непременно возвыситесь». То есть у вас будет власть, земля и богатство. Дальше Всевышний Аллах говорит После того, как они возвысились в первый раз, приобрели власть и совершили первый грех, о котором говорит Аллах, Всевышний наслал на них войска их врагов, которые вошли в их земли, убили большинство из них и унесли остальных в рабство. Затем Аллах говорит «Ин أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعن الآخرة يسوء وجوهكم، وإن أدخلوا المسجد كما دخلوه أقوال مرة، وإن أدخلوا المسجد كما دخلوه أقوال مرة، Ученые за 14 веков высказали множество разных мнений относительно того, о каких временных промежутках идет речь и о каких грехах. Все эти мнения можно объединить в три основные группы. 1. Первая группа ученых считала, что первое возвышение и первый грех, о которых говорится в этой суре, произошли после смерти пророка Сулеймана Мирему, когда народ израильский разделился на два царства – Иудейское царство и Израильское царство. Второе возвышение, по мнению этих ученых, было при правлении династии Хасманеев, а вторым грехом – убийство пророка Закарии Мирему. 2. Вторая группа ученых утверждала, что первым возвышением можно считать основание любого из государств, которые основали израилетяне в древнее время. Это могло быть и во время правления Талута, или Дауда, или Сулеймана, или при Хасманеях, и так далее. Вторым же возвышением, по их мнению, это основание современного государства Израиль. Третья группа ученых считала, что первым возвышением, о котором говорится в суре Али-Сра, было во время пророка, да, благословит его Аллах и приветствует, а первым грехом – их предательство и покушение на пророка, алейхиссалату вассалям. Что касается второго возвышения, то и по их мнению это государство Израиль. Некоторые ученые называют основание современного Израиля вторым возвышением, потому что Израиль – самое сильное и влиятельное государство в истории иудеев. И многие мусульмане, опираясь на мнение этих ученых, распространяют информацию о том, что об Израиле говорится в Коране. Правильным же, согласно ряду доказательств, можно назвать мнение первой группы ученых, которые считали, что и первое, и второе возвышение израилетян было до пророка Мухаммада, да, благословит его Аллах и приветствует. Одним из доказательств этого являются слова «Мы установили для потомков Израиля в книге Таурати» «Вы согрешите на земле дважды, и вы совершите страшное зло». Израилетянами принято называть представителей древнееврейского народа, история о которых рассказывается в Библии и Священном Коране. Современное же государство Израиль было основано иудеями-сионистами, которые мало чем связаны с древнееврейским народом. Даже при пророке А.С. жили иудеи, которые были смесью разных племен и народов. Поэтому израилетяне, или потомки Израиля, это тот народ, из которого вышли такие пророки, как Дауд, Сулейман и Закария миром, и события, о которых говорится в Суре А.С. происходят именно в их время. Вторым доказательством являются слова Всевышнего, который сказал «Возможно, ваш Господь помилует вас после второго раза, если вы покаетесь». «Но если вы вернетесь к греху, то и мы вернемся к наказанию вас. Мы сделали ад местом заточения для неверующих». В этом аяте Всевышний Аллах ясно дает понять нам, что здесь идет обращение к израилетянам, которые жили до пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. С приходом посланника Аллаха А.С. ни от кого уже не принимается ничего, кроме ислама, а законы Торы были упразднены. Однако из этих аятов Суры А.С. и из коранических сообщений об израилетянах можно вывести очень важный урок. Нельзя обольщаться своей верой во Всевышнего Аллаха и считать, что никто из врагов не сможет навредить тебе, сколько бы ты грехов не совершал. Лучшее, что было сказано по этому поводу, это слова Умар ибн Аль-Хаттаба Сааду ибн Аби-Уаккасу, да будет доволен имя Аллах, когда тот отправлялся на битву при Кадисии. Умар сказал тогда, «Я завещаю тебе, о Саад, и твоим воинам быть богобоязненными, ведь богобоязненность – лучшая провизия и лучшая засада для врагов. Также я завещаю вам остерегаться своих грехов больше, чем ваших врагов, ведь воистину мусульмане проигрывают только по причине своего ослушания. Не забывайте, что с вами в пути будут хранители-наблюдатели, которые будут свидетелями всего, что вы совершите. И не говорите, что враги ваши хуже вас, и что они по причине этого не смогут вас одолеть, сколько бы вы не грешили. Может случиться так, что худшим будет позволено одолеть тех, кто лучше их. Как это было с израилетянами. После этого он прочитал аят, «Когда исполнился первый из двух грехов, мы наслали на вас наших очень сильных рабов, обладающих военной мощью, которые прошлись по вашим землям, убивая вас и обращая в рабство». Так исполнилось обещание. Канал Ансармедия предоставляет вам уникальную возможность стать частью этого важного призыва и борьбы против смуты даджаля и других искушений. Ваше участие и пожертвование помогут распространять правдивые знания и предупреждения, опираясь на Коран и Сунну. Поддержите наш канал, переходите по ссылке в описании и станьте частью этой благородной миссии прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok